У меня вполне конкретный вопрос, который я никак не могу выяснить у кого из присутствующих. Черная дыра, по идее, после того, как она образовалась, на нее для внешнего наблюдателя вообще ничего упасть не может. Ну, время падения бесконечное. То есть, и как только она образовалась, я вижу всю материю, которая падает, падает, но эту черную дыру не может достигнуть горизонта. Соответственно, ну как она может тогда вообще расти? Я понимаю, что можно предложить какие-нибудь механизмы, которые на квантовых явлениях основаны, но это же совсем по-другому надо оценивать. Не просто окресли наши черные дыры, и все. Я думаю, что есть в аудитории люди, которые ответят на этот вопрос. Правда? Мне никто не ответил, я предварительно всех опросил, поэтому вот осталось. Вы вечно с ней живете. Как всегда есть. Я знаком с мнением одного специалиста по черным дыру. Он на самом деле говорит следующее, что вот какие-то тела падают на черную дыру, они также дополнительно искривляют пространство-время в окрестностях черной дыры, и поэтому, на самом деле, горизонт несколько сдвигается, и в результате для внешнего наблюдателя это происходит в конечное время. Ну, поверим на слово. Солидно. А, кстати, вот, раз уж про этот самый горизонт, я тут упоминал, говорил, что, смотрите, вот, когда неоднородности начинают расти и образовывать там какие-то структуры, я говорил, что, в принципе, если неоднородность сначала очень сферически симметричная тогда, и то образуется черная дыра. На самом деле, в этом легко убедиться, если вы возьмете, ну, вот такое структурически симметричное распределение каких-то точек, никто никуда не двигается, да, включите гравитацию, ну, точка, которая, значит, там здесь расположена, точка, которая здесь расположена, с одной стороны, они испытывают разное, ну, разный гравитационный потенциал, да, потому что, если разная гравитационная сила, значит, вот это вот обеспечивает вам вот такое вот, да, вот эта сфера вам обеспечивает силу здесь, а здесь вот такая большая. Но, и поэтому с разной, как бы, силой они сюда, значит, вроде бы пытаются упасть эти точки, начинают двигаться. Но этой точке нужно меньше расстояния пролететь, чем эта. Поэтому, если суммарно посмотреть, время падения на центр у них одинаково. Они, значит, все эти точки, которые здесь разномерно расположены, попадут в центр одновременно. Ну, вот, так сказать, как бы, иллюстрация к тому, что если все сферически симметрично, в конце концов, да, будет какое-то безобразие. А так, если нет, сферически симметрично, то они, так сказать, пролетят и будет, вот, как, во многом, как, значит, система такая вот у нас звездная получилась, да, значит, эти самые планеты двигаются сами по себе вокруг звезды, никто у нас солнышко не падает. Кто-то, может быть, и падал, но это произошло давным-давно, и теперь его не видно совсем. Ну, помимо того, что есть, там, в данном случае, есть точное решение уравнения Эйнштейна, но есть просто вот такая вот, как бы, чисто взгляд ньютоновский, он работает вполне, дает тот же ответ. Еще чего? Какие вопросы? Да, да, да. Вы только за определенное значение параметра Аммеду-8, по-моему. Сигма-8? Сигма-8, да. А говорили, что изначально исторический слайд был так, что мерили число-полосы числа галактик на 8 килопатсеков, и совпало, вроде бы, с критической полосы. Смотрели, когда это произойдет, да, когда... Ну, точнее, так, смотрели так, вот, как бы, если вы... Я вопрос не успел задать. Да, ну, не совсем совпало, хорошо, пусть не совпало, да. Как это согласуется с... Волк-минусе тогда тело-минусе еще не нашли, не рассматривая, как это согласуется с сегодняшней половинью о том, что 70% массово-минусе галактика... Значит, тогда... Ну, смотрите, во-первых, значит, если бы все прям совсем согласовывалось, то сигма-8 бы равнялась бы единице прямо. Она там не единица, а 0.70 с чем-то и так далее, так? Вот, но, во-вторых, тогда, когда эту штуку вводили, совсем не так хорошо, умели усреднять правильно, умели определять многие массы и прочее. В этом смысле это такая оценка, как бы, величина, которую ввели, величина по порядку, по порядку величины, скорее. И вот то, что она вот такое, ну, это, как бы, некое... случайное. Но до того, как ввели... Я, наверное, об этом не говорил. До того, как люди обнаружили вот это явление ускоренного расширения и поняли, что за ней, по-видимому, стоит какая-то темная энергия такая, была проблема, была проблема, что, вроде бы, полная энергия, значит, полная доля вещества, она маловато для того, чтобы объяснить всю энергию, там, типа, 0.3 это вот число видели давно, кто-то говорил, 0.5, еще что-то. И, скорее, люди склонялись к тому, что этот мир кривой. Причем, то есть, на самом деле, остаток до единицы в относительной плотности дает к материи кривизна, что мир кривой. Это было настолько популярно, настолько космологически... Ну, наверное, были, я... Так сказать, если по статьям посмотреть, были, да, те, которые говорили, что, наверное, может быть, там космологически постоянное, но это как бы вообще игнорировалось. Это было настолько популярно, что мир кривой, что даже люди, которые предложили инфляцию... Ну, там есть как бы разные статьи пахальные в развитии инфляции. Люди, которые частью пахальных статей написали на инфляционную тему, пытались придумывать, как это так, инфляция, а при этом кривой мир, одно с другим связать. Даже вот придумывали такие модельки, чтобы инфляция была, потому что это их как бы детище. Но и сегодня мир кривой, вот такой вот связывать одно с другим. А как так вообще у меня получается, если у вас разбывание? Там специфические пузыри там были, в общем, манекены. Ну, можно посмотреть, если хотите. Это, например, работы Линда, вот с 90-х годов у нее там есть такие. При этом он предложил хаотическую инфляцию, много всего сделал и сейчас развивает там это направление очень активно. Но при этом в какой-то момент он сошел, он как бы не упирался в то, что такого быть не может, там что-то другое. Он сказал, ладно, мир кривой, надо здесь не дать его связать кредитный мир с инфляцией, чтобы кривой мир не противоречит, он там что-то передумал. Поэтому я считал, что мир кривой, ну, доминирующая такая идея была, что мир кривой. Кроме того, таких-то хороших данных, вот там по анистропии электроизлучения, еще чего-то такого не было. Никто не видел эти пики. Было первое наблюдение в те годы, значит, это было первое там 40 мультиполей, вот это вот анистропии электроизлучения, там, где он просто поднимается, и, ну, вот, Галло. То есть первое там вообще было измерение квадруполи, насколько это, как бы, что-то там такое есть. Это, собственно, амплитуду величины ΔТКТ, больше ничего. То есть вот с точки зрения тех космологических параметров, которые здесь стоят, здесь были представлены, но это вот это вот R, это ΔТКТ, вот просто вот на таком уровне. То есть вы люди увидели тогда, никаких вот этих вот не было еще, конечно. На первой лекции, по-моему, вам был вопрос о том, что есть возможное объяснение этих материй, как в черном береге, в том числе, в черном береге, если там, вы могли бы еще комментировать, обещали, ответить, как это было. Да, но, в виде, так я, очень плохо, очень медленно все рассказывал, что в результате в последнее все про вот это содержание, было очень скомканно. Я там даже таких картинок не нарисовал. Есть механизмы создания, образования черных дыр в ранней вселенной. Вот, например, можно пытаться их собрать из этих вот замечательных флуктуаций, которые есть. Значит, там, вот я сказал, что у вас вот если флуктуации есть, какие-то, да, они растут. Ну, так, была инфляция, были неоднородности, неоднородности вырастили, выросли, есть в них какая-то амплитуда, контрасты эти, 10 минус сколько-то. После инфляции поле скатилось вот на эту вот стадию, вот здесь вот колеблется. Если это примерно материально доминированная стадия, то все контрасты, точно так же, как вот мы сказали, после перехода из радиационно доминированной стадии на материально доминированную стадию, начинают расти линейно с масштабным фактором. И, в принципе, могут вырасти до чего-то, так сказать, вырасти до величины дельта-рок-рот, порядка единицы, и образовывать клампы, или там, гало, сделанное из вот этого скалярного поля. Пока еще разогрева не произошло, но вот во Вселенной такая стадия случилась, гало из таких скалярных полей может произойти. Дальше люди оценивали, значит, теперь, дальше люди оценивали вероятность образования черных дыр, если у вас есть гауссовые флуктуации с амплитудой там начальной дельта-рок-ротом сколько-то. Ну, то есть, вот мое утверждение, что, как правило, все неоднородности, они какие-то сплюснутые, скорбные и так далее, поэтому черные дыры не случатся, они правильные, но это опять апток, ну, то есть, а ну с какой точностью они должны быть не вытянутые, да, гауссовое поле, да, конечно, вот они все такие, но иногда бывает и кругленькое, иногда бывает и очень хорошее сферическое симметричное. Можно задать этот вопрос, как часто среди неоднородностей появляются такие клампы, которые с хорошей степенью точности сферически симметричны и с хорошей степенью точности однородны. То есть, внутри нету каких-то виглов, которые эффективно создали бы давление и препятствовали бы образованию черной дыры. Люди такой вопрос задавали в 80-х годах и нашли, ну, так сказать, некую формулу, которая говорит о вероятности образования черной дыры из таких штук. Формула устроена так, ну, грубо говоря, вероятность образования и черной дыры пропорционально там вот этому контрасту, который 10-14, ну, там степень, я не знаю, 11-2. Чудовищное число, если это 10-5, это там чудовищное число, 10-20. Ну, все, так очень мало, очень редко говоря. Но, это контраст апплитута неоднородности на масштабах, которые после инфляции только зашли под горизонт. Это те масштабы, это не те наши, из которых галактики сделаны, это те, которые после инфляции, вот он стал колебаться, это самые коротенькие, они только вышли за горизонт, а то и вернулись. Мы их экспериментально не видим никак. В простейших инфляционных моделях их амплитуда более-менее такая же, как тех, которые мы наблюдаем. Но, если модель не простейшая, можно там два скалярных поля ввести, и можно сделать так, что амплитуды вот этих неоднородностей на маленьких масштабах, они больше. То есть, вот эту тему для таких масштабов, для маленьких, сделать не 10-5, а здесь минус 2. Все по-прежнему в линейном режиме, все нормально, но уже здесь минус 2. Тогда эта вероятность вполне немаленькая. И таким образом можно сказать, что вот из этих неоднородностей на той стадии родились черные дыры. Дальше вам, что с ними нужно сделать, чтобы они были стабильны? Нужно, чтобы они дожили до нас. Да, мы верим в хокинговское излучение. Значит, часть из них, если у них масса меньше, чем 10 в 13-й масс, а 10 в 14-й грамм, то они успевают испариться до нашей эпохи. Поэтому не могут быть темной материи. Если больше, то может быть. Теперь, если они, так сказать, ну, если они довольно легкие, то спектр их излучения попадает в область, там, где работают рентгеновские телескопы, МЭВные, я не знаю, еще что-то такое, где мы не видим каких-то таких подозрительных излучений. Более того, если эти излучения произошли в ранней Вселенной, потом они остались, они, как сказать, покраснели к нам, да, то есть, мы можем изучать сегодня спектр, в другом частотном диапазоне, спектр, который появился в ранней Вселенной в более энергичном диапазоне, потому что красное смещение случилось, мы вот такое ищем. И в этом смысле люди так пытаются искать эти вот первичные, так сказать, черные дыры. Даже если они есть, они все равно излучали всегда, и вот от них могло что-то прийти. Ну, и таким образом пытаются их найти и ставить на них ограничения. Есть, ну, можно поискать на фамилию Кар, если говорить о современных ограничениях на, по-моему, вот так пишется, может быть, с двумя, так, если говорить о современных ограничениях на возможные черные дыры из поисков, различных поисков, значит, эффектов, которые, которым они могут привести. А если говорить о каких-то механизмах рождения, ну, можно посмотреть Гарсия Беллида, Хуан Гарсия Беллида. У нее там в этом году был 2-3 статьи на предмет, как это можно сделать. Значит, вот такую штуку сделать возмущение большим, большим можно сделать вот как. Значит, вот у вас есть потенциал потенциалом фотона. Значит, вот есть потенциалом фотона. Там, инфляция, да, какая-то. Значит, вот смотрим свободное скалярное поле, значит, квантовая теория. Сдаем вопрос, какова амплитуда квантовой фолктуации с импульсом P. Ну, по размерности она определяется буквой P, правда? И в этом смысле, значит, теперь здесь, как устроены. Я сказал, что неоднородность эти флуктуации устроены так. Там они родились квантовой флуктуацией. Дальше Вселенная расширяется, все масштабы раздвигаются, в том числе и длина волны этой флуктуации. Длина волны увеличивается, амплитуда падает. Это все останавливается в тот момент, когда частота сравнивается с темпом расширения Вселенной, с параметром Хаббла. Амплитуда замерзла. Итак, у вас есть флуктуация, и она определяется, ее амплитуда определяется параметром Хаббла. Значит, вот это вот Δφ, это будет Хаббл, ну там на 2π. Если вы будете аккуратно вычислять двухточку, корреляционную Δφ скалярного поля свободного, Δφ в квадрате будет как раз π на 2π. Так? А теперь для неоднородностей Δρок-Ро вот эта штука она, значит, делится еще на звисточка. То есть, если посмотреть, как флуктуация скалярного поля приводит к каким флуктуациям в полной плотности энергии, связанной с этим скалярным полем, ну здесь будет, грубо говоря, Хаббл в квадрате здесь будет станет звисточкой. А φ это, значит, поле, которое вот здесь скатывается. Так? Ну теперь Хаббл в квадрате определен более-менее чем, потому что, когда поле вот здесь двигалось, мы наблюдаем с вами неоднородности, больших масштабов, родились они давно во Вселенной, не в последнюю эпоху инфляции, а пораньше, вот здесь мы смотрим, и вот здесь они определены. Ну, значит, фисточкой там определено, Хаббл мы более-менее фиксировали, знаем, чему, примерно, равен в этой конкретной инфляционной модели. Теперь, что ученые делают? Давайте мы вот этот потенциал вот в этой вот же стаде, где инфляция более-менее закончилась, немножко испортим. Ну, например, делают такую вещь, значит, вот так вот ее раз, потом опять обруходит сюда. Вот здесь поле почти остановилось, поле почти остановилось, вот эта штука становится чудовищно большой. Почти остановилось, это значит, она еще, она стоит, никуда не двигается, а Вселенная расширяется эксконциально, вот здесь она проводит много-много времени. Потом, значит, скатывается обратно. Ну вот, значит, соответственно, вот пока она здесь, вот на всем интервале вот здесь, она вам, значит, создала чудовищное количество мод, которые большой амплитуды, ну и дальше вы из них вот это делаете, черные дыры, и вот, так сказать, вариант, который обсуждают коллеги. Притем, вот это можно сделать, но введя не минимальное взаимодействие с гравитацией, здесь вот все не обсуждалось, а минимальное взаимодействие с гравитацией, подогнав этот параметр, значит, можно сделать, чтобы тут была такая подложечка, насколько уж вам нужно, чтобы она была совсем плоской или похожей, ну это как бы, насколько вам хочется, чтобы прям черные дыры образовались, вот, но, вот так, например, можно сделать. А застрять на подложечке не получится? Ну, обсуждаются такие вещи, что вот, понятно, да, значит, вот если подложечку еще немножко подниму, будет вот так. Дальше там, есть как бы, да, когда он стоит здесь, но ему хочется сюда протонулировать, можно до такого дойти, можно дойти поднять так, что он здесь совсем дострянет, наверное, но это как бы не та модель, которой хочется, потому что хочется оттуда выскочить. в принципе, оригинальная первая модель инфляции была как раз такого типа, гуса, ну так скажем, такую, которую назвали модель инфляции. Значит, там был вот такой потенциал, ну, такой вот какой-нибудь, да, значит, предполагалось, ну вот, скалярное поле, ранняя вселенная, большие температуры, все там, флуктуру, температура опускается, скалярное поле оседает вот сюда, осознает, что он никуда дальше не двигается, начинается экспоненциальная стадия, температура экспоненциальной падает, частицы разлетаются, все деминирует вот этим вот полем. Ну, а теперь, что ему нужно? Ему нужно отсюда протонулировать, вот сюда, дальше пойти скатиться, здесь там взаимодействие, тут он будет колебаться, вот так заканчивается инфляция, такая была идея. Через образование пузырей новой фазы в вакууме при высоких энергиях. Значит, к сожалению, тут такая история получается. Если вот прям вот так нужно туннелирование, да, то очень долго оказывается нужно ждать, и когда пузырь образуется в этом месте, следующий там пузырь образуется в том, а эти точки, они экспоненциально разлетаются, потому что между ними это вот по-прежнему вот такое состояние, ну и Вселенная не заполняется пузырями новой фазы, то есть никогда инфляция не заканчивается. Если хочется сделать так, чтобы пузыри были настолько близко, что расширится, они успевают быстрее, чем эти точки пространственные разлететься, то вот в этом месте поле должно проводить очень мало времени, и не удается объяснить, что мир плоский на больших масштабах, то есть вот эти вот наши расстояния, они, значит, оказываются слишком большими, слишком мало времени здесь проводит это вот поле. Ну вот, так сказать, ну не сработало на модель, ну идейно, вот такой бы могло давать. А что внутри пузыря будет происходить, то есть если он все-таки образуется, он как бы небольшой, понятно, всю Вселенную не занимает, но сам по себе? Он начинает расширяться. Любой пузырь новой фазы, это более выгодное состояние, значит, поэтому там и обратно, и все случилось, он начинает расширяться, стенки в конце концов, так сказать, начинают лететь там условно со скоростью света, а внутри, ну новая фаза, и там поле вот здесь, у нее другие, я не знаю, вывылились вот сюда, значит, здесь вот у нее возбуждение, это масса, взаимодействие какие-то с другими полями, значит, это их рождать, разогревать. А может быть так, что просто мы в одном из таких пузырей оказались? Ну, мы безусловно, в смысле, в одном из таких пузырей оказались. Ну, в смысле, что вот как вы описали, что Вселенная споненциально расширяется, но в ней где-то стонулировали, и образовались пузыри, которые не слились в один. Смотрите, вот мы сказали, что Хиггсовский бозон замечательный, вот в стандартной модели если взять прям центральные значения параметров, значит, электрослабых всех, и если не считать, что есть какая-то другая физика, которая интерферирует с Хиггсовским сектором, да, 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 с Хиггсовским сектором интерферирует, то там, значит, вот такой вот этот вот потенциал, да, он вот такой вот. И мы, значит, здесь вот где-то находимся, а там правильный меню. Ну, он там вот на самом деле загибается вот так, другое дело, что как к этому, значит, относиться. Тем не менее, он вот так вот загибается, если считать, что в ранней Вселенной, значит, как бы, мы предположим, оба этих, не было температуры сначала, там было какое-то другое поле, всем доминировало, оба эти вакуумы, значит, существовали, ну, значит, может быть, как-то так оказалось в процессе эволюции, что в каких-то частях мы сюда попали, а в каких-то кусках Вселенной мы попали сюда. Но это, значит, зависит от того, как была устроена эволюция в ранней, в ранней, в ранней Вселенной. Ну, и тогда между этим минимумом и этим минимумом есть какая-то доменная стенка, то есть, значит, с точки зрения другого минимума, да, мы тут вот пузырь неправильного вакуума, а не пузырь правильного вакуума. А вообще, как эволюционирует система, в которой два вакуума всего, а между ними доменные стенки, ну, это люди прямо на решетке, например, смотрят, ну, потому что ясно, что, значит, там какие-то структуры, вот здесь один пузырь, тут второй, они подходят, доменные стенки, значит, соприкасаются, это там пропадает, ну, как эволюционирует площадь доменной стенки со временем, ну, как бы, это вопрос исследований. Причем это важно, ну, в случае с доменными стенками они все равно с космологической точки зрения не подходят, потому что, ну, так сказать, это еще хуже, чем монополь. Вот, а, например, струны, которые тоже были плохие, выясняется, что они так эволюционируют в ходе, значит, вот в космическую эволюцию, когда Вселенная расширяется, что, значит, как бы деградирует, у них энергии из них деградируются, они там перезамыкаются, из них излучение происходит, и в результате, вроде бы, космические струны, в принципе, как компоненты при учете этой эволюции, но не противоречат наблюдениям. Она не основная в темной материи, но такие могут быть, так сказать, в не бесконечно мизерном количестве. у них вот специфические эволюции, которые тоже люди получили, смотря одну систему численно, так вот просто угадать, так сказать, потом задним числом описали, вот такое поведение, наверное, значит, это вот такое происходит, такое смотрит на решение, прям видно, что там он перезамыкается, перезамыкается, тогда вот так, можно, понятно, задним числом, некую аналитику нарисовать, но изначально, так сказать, такого никто не ожидал. Какое наиболее реалистичное значение температуры получается на стадии подогрева, вот когда инфляция закончилась, подогрев закончился, потому что там, по-моему, какой-то большой отброс. От модели зависит. Это зависит от модели инфляции и от того, как мы связали, что за инфлатон и как мы связали этот инфлатон с другими полями. Вот моделька, значит, там, Хиггсовской инфляции, да, представим себе, что ничего этого нету, инфлатон, значит, тогда потенциал здесь положительный, нормально все, и можно, значит, введя вот такое неминимальное взаимодействие с Хиггсовским полем и выбрав вот эту константу к Си довольно большой, там, 10 тысяч, 50 тысяч, сделать модель, модельку, которая будет реалистичной, то есть будет выдавать реалистичные значения космологических параметров, согласующихся с WMAP. Вот. В этой модельке значит, так устроено, что после инфляции некоторая идет стадия такая материально доминированная, небольшое время, а потом вот влияние этой константочки пропадает и одновременно эффективно включаются все обычные взаимодействия стандартной модели. То есть, когда вот эта константа большая, она на самом деле так устроена, она давит все константы Хиггсовского бозона, поэтому Хиггсов почти ни с кем не взаимодействует. На неком этапе вот эта константа, ее влияние пропадает и эффективно включаются все взаимодействия Хиггсовского бозона. А там мы видели сами, как Хиггс слабо взаимодействует. У него на масштабе 10-14 ГФ он в равновесии. Вот на масштабе 10-14 ГФ здесь разогрев происходит. Ну вот тут вот пример. А другой, так сказать, тоже популярный пример, ну вот такая Р-квадрат инфляции Старобинского. Когда я добавляю к гравитации, к планковской, вот такое слагаемое с константкой альфа. То есть, эта константка альфа, на самом деле, там 10-10 должна быть. И здесь эффективно тоже появляется за счет динамики скаляра-креизны. То есть, здесь по этой теории оказывается еще одна степень свобода, которая играет роль инфлатона, скалярный компонент, ее называют скалероном. Скалерон, скалерон, скалерон. Вот. И она играет роль этого, значит, поля инфлатона. Здесь, после инфляции, это, поскольку этот компонент, она пришла из гравитационного сектора, она только гравитационно взаимодействует. И в ней темп распада этих скалеронов на частицы стандартной модели, оказывается, что лучше всего они распадаются в Хиггсовские позоны, он подавлен планковским масштабом, то есть темп вот такого рода. А здесь масса этого объекта замечательного, в кубе, и масса этого объекта это примерно, значит, масса планка на, ну, давайте так, вот так вот, поделить на это альфа, значит, то есть масса там примерно 10 в 13 Г. И вот этот масштаб дает температуру где-то 10 в 9 Г. Ну, вот, так сказать, отличаются прилично, тут 10 в 14, да, а здесь 10 в 9, на 5 порядков. Но, и та, и другая модель, как бы, ну, вот, они есть, там нет никакого, понимаете, вот этот разогрев, он не дает наблюдаемых, в общем случае, он не дает наблюдаемых, который, вот, максимальная температура в ранней Вселенной, с ней нельзя, не получается слезать наблюдаемых, которые это можно было проверить. Вот я сказал, что мы начали, что у нас есть наблюдаемые, вот, первичного нуклея синтеза, выше 1 мл, у нас прямых наблюдаемых нет, мы не можем сказать, что у нас был фазовый переход, электрослабый переход, так, не можем, мы даже не можем сказать, что у нас к усиди переход был в ранней Вселенной, нету каких-то наблюдаемых, которые можно было посмотреть, которые бы оставили, оставились следы об этом процессе. Поэтому, к сожалению, значит, вот в этом смысле, черные дыры, если бы дожили, они бы хоть там сказали, что там было что-то такое вот странное, но вот оно вот такое было. Или если бы в ходе каких-то процессов образовывались бы гравитационные волны, вот, в частности, если бы фазовый переход первого рода было образование пузырей, пузыри, когда сталкиваются, они не создают гравитационные волны, то есть, уравнение на H-меню, которое обычно, значит, которое вот в случае с идеальной жидкостью в правой стороне содержит ноли, это свободные гравитационные волны, которые разлетаются, в случае, когда вот такая какая-то конструкция появляется, значит, сложная, неравновесная, там вклад тензорного импульса не нулевой источник появляется для них, он их может создать. Потом все опять равновесно, источника нету, но вы уже сгенерили возмущение гравитационной метрики. И они уже дальше сами свободно распространялись, теперь хорошо, что источника нету, никто их не тормозит, они бы к нам прилетели, мы бы их увидели, это был бы сигнал о том, что что-то вот в этой ранней Вселенной происходило. А так, ну, очень сложно, к сожалению, предложить наблюдаемую. Вот даже к этой температуре, вот эта температура сама, она нам говорит, когда Вселенная переходит с одной стадии, со стадии доминирования там инфлатоном на радиационно-доминированную стадию, то есть с точки зрения Вселенной это изменение. Тут вы точно знаете, у вас там масштабный фактор как корень из Т, здесь у вас масштабный фактор ввел себя в зависимости того, что там за скалярное поле было, и Вселенная по-другому начинает расширяться. Но кто к этому чувствителен? Вот некие детали спектра, спектра вот этих вот возмущений скалярных, немножечко чувствительны к этому моменту, но чувствительны к нему логарифмически. Это чудовищно, чудовищно слабенькая чувствительность. Наклон спектра, который вот почти плоский, но на самом деле небольшой наклончик есть, наклон спектра, вот эту величину, вот между этим и этим различие может провести, если его измерить то ли с третьим, то ли с четвертым знаком после запятой. То есть, ну, совершенно сумасшедшая вещь. Тут вот шесть-пять порядков, а вот поэтому, к сожалению, на самом деле очень тяжело. Так бы было здорово, если бы можно было еще как-то разогрев, разогреву померить, пощупать, как он устроен был. А какой-то механизм может добрать до температуры великого объединения? Ну, больше может. Ну, сейчас скажу. Значит, вот вот это возмущение скалярных неоднородностей, просто возмущение материи, где-то его побольше, где-то поменьше. Но точно такой же эффект получается для неоднородностей гравитационного поля. То есть, уравнения для возмущения гравитационного поля не такие же. Там точно так же квантовые флуктуации начинают расти, увеличиваться, превращаются в классические флуктуации. То есть, точно так же в эпоху инфляции создаются неоднородности тензорного характера. Это вот гравитационные волны реликтовые. Значит, у этих реликтовых гравитационных волн у них тут никакие детали, ничего не входит. У них очень просто. Их вот это вот H, та самая H, которая 10-20, 20-21, которую измерили на Лайго в результате, их H такое. Хаббл на 2π на массу планка. Тут еще может быть какой-то коэффициент с цепями связан. Вот такой вот. Этот H, я вам показывал, он дает вклад в анистрофию реликтового излучения. Он дает вклад в поляризацию реликтового излучения. Его не видят, его ограничивают. И отсюда можно ограничить прямо Хаббл в инфляционную эпоху. А Хаббл в инфляционную эпоху по уравнению Фридмана значит Хаббл в квадрате V на массу планка в квадрате. Он ограничивает вот это V. Вот примерно 10-16 это ограничение есть. То есть плотность энергии должна быть не больше, плотность энергии на момент инфляции должна быть не больше, чем 10-16 если вместе в четвертой степени. Поэтому гипотетически такое можно себе представить. Это называется Instant Rehitting. Когда вы как-то себе сделали так, что сразу после инфляции вы моментально разогрелись. Так? Но зачем вам это нужно? Сейчас объясню. Значит с точки зрения Вселенной если обсуждать чтобы Вселенная была на традиционно доминированной стадии с точки зрения Вселенной все равно у вас есть плазма горячих частиц или у вас например есть полифинчат фи-4 Вот это ангармонический осциллятор колебания полифи-4 выглядит для Вселенной точно так же как радиационно доминированная компонент Если у вас инфляция закончилась а тот минимум в который вы попали где вы колеблитесь он не типа m2 фи-4 а типа лямбда фи-4 да ну маленькая масса там и все то для Вселенной вы как будто разогрелись с точки зрения Вселенной вы как будто на радиационно доминированной стадии и наблюдая например за вот особенностями в спектре в какой там наклон у него различить вот такую ситуацию и ситуацию что у вас уже разогрев произошел невозможно вообще потому что для Вселенной это одинаково и все равно ну а то что значит фи-4 дает вам стадию радиационно доминированной это вы можете просто убедиться написав уравнение движения для подставить что они m квадрат фи в это уравнение фи-4 увидеть что там такое есть решение фи масштабируется как единица на а как масштаб это поле скалярное которое отвечает за инфляционную динамику вот то что здесь скатывалось в данном случае хиксовский бозон играет роль инфлатона здесь играет скалерон роль инфлатона то поле динамика которого обеспечивает вот это изменение медленное изменение скалярной потенциальной энергии и потом эту штуку называют инфлату какие-то альтернативы теории конфиденционного теория существуют для объяснения причин связанных с ним ну вот значит такая исторически может быть даже она раньше была предложена bounding universe это если вы значит вот смотрите у нас с вами есть уравнение уравнение Фридмана а с точкой на а в квадрате а здесь разные слагаемые там какой-то слагаемый единица на четвертый со своим коэффициентом значит единица на кубе со своим коэффициентом да и тут есть например вклад кривизны и он бывает с разными всякими коэффициентами можно бывает значит сфера бывает гиперболой ну значит если сделаем единица на квадрат например то можно добиться того что с правой стороны окажется ноль так ну и тогда у вас как бы вселенная расширялась 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 наконец она остановилась но дальше что делать значит здесь же в квадрате стоит но она обратно пойдет пересхлопываться так ну пока она расширялась все-таки у нее что-то растянулось да не сильно но растянулось правда причинно-связанная область увеличилась а не-не причинно-связанная область увеличилась правда мы с вами говорили как горизонт постоянно растет каждый следующий момент времени горизонт больше он растет даже быстрее чем скорость света 2 на t или 3 на t в зависимости от того на каком этапе эволюции мы находимся материально доминирован или радиацион доминирован помните мы учитывали горизонт вот очень хорошо значит вот потом вот так увеличилось теперь причинно связанной области такого размера. Потом это все схлопнулось. Потом опять схлопнулось. Дальше вы говорите, слушайте, ну вот когда совсем схлопывание происходит, ну тут я не знаю, как что-то происходит детально, конечно все не в сингулярность падает, как-то, наверное, там это самое. Но потом обратно растягивается. Но теперь-то я уже знаю, что причина связанной области не такая, как я здесь наивно бы вычислил, а больше. Ну вот если она вот так много раз делает, так сказать, то мы забыли, что было в самом начале, конечно. Так, если долго хлопать, можно забыть за то, что хлопает. Вот. Ну это одна из идей. Одна из идей. Значит, bouncing universe. Люди пытаются предлагать решение. Но здесь как бы интересный момент, как вы проходите вот через момент отскока обратного. Как бы вот этот момент. А почему она обратно пойдет, если производная зажда, как стационарная точка должна там бесконечно увеличить? В смысле, в каком месте? Если вот правая часть равна нулю, вы сказали, а потом, после дальнейшей эволюции, это будет с лопатами. А откуда она начнется с лопатами? А здесь можно стабильность поизучать. На самом деле, если поизучать стабильность в момент, когда все, например, собирается, то выяснится, что там эта система нестабильна, и нельзя, вот у нас анзас однородный изотропный, нельзя, например, его использовать. Выясняется, что появляется существенная анизотропия, и вопрос о том, что все слопывается в точку, он, значит, там на самом деле не встает, вместо нее встает эволюция сильно не анизотропной вселенной. Ну вот, значит, здесь, как бы, один из вариантов, вот такой вот, в моделях с дополнительными измерениями есть, когда брана чужая ударяет, ну, идея, да, как бы опять, чужая брана ударяет по нашей брани, и в этот момент происходит, значит, ну, да, пусть будет большой взрыв, да, вот, как бы, такого рода, значит, решение. Я так понимаю, что в данном случае речь идет о бране другой, то есть это не то, что пятимерное многообразие схлопывается там в четырехмерное. Такого я, к сожалению, не видел, хотя было бы классно, значит, такое решение получить. Вот, но есть, так сказать, вот две основные там браны что-то держат, есть какая-то другая, которая подходит, которая с этой точки, с точки зрения всей конфигурации выглядит, как, ну, как бы, как пробная частица, да, она ни на что сильно не влияет, но вот, когда она приходит, ее динамика с нашей браной, значит, она там приводит к некому, так сказать, удару, вот, как бы, как другой вариант, который, значит, например, люди рассматривают. Просто вот в этой идее конфляции все очень, вроде бы, вычисляется, там нет каких-то тонких моментов, кажется, что, ну, все, так сказать, там понятно. Можно задавать вопрос, как вы сюда залезли, как вы что скатываетесь с этого, там, с больших значений поля или еще такое, то есть, что было до конфляции, это можно задавать. Вот, но сама вот эта динамика, вроде бы, вроде бы, понятно, да, а вот тут, там много каких-то вещей, которые, ну, как бы, вот хочется так, ну, уже найдем, решение не найдем, да, понятно, что, например, нарушается, значит, там, изоотропность, и нарушается изоотропность, сразу же какую-то анзацию нужно придумать, ну, подставили какое-то, не получилось решение, значит, что его нет. Ну, вот, вот это вот такого рода исследования идутся, идут, циклик-юниверс есть, экперозис, экперотик-юниверс такое есть, если посмотреть на фамилию Стейнхарда или Турока, то вот у них много работ на эту тему, попыток, в попытках, значит, построить такую вот конфигурацию, которая вот так вот, так или иначе делает, и построить ее, ну, как бы, аккуратно, чтобы можно было пройти через эту, условно говоря, сингулярность. Ну, так сказать, это длительная деятельность. Это идея конкурирующейся инфляции, или они были там до инфляции, инфляции? Нет, вот циклик-юниверс, я так понимаю, вот такая вот, она была до инфляции, наверное, да? Это, наверное, Венециана, по-моему, его какая-то идея была давно, но я не готов уверенно сказать, но это, в каком-то смысле, это, ну, может быть, естественно для человека, что все, как это, пенсион курица. Но она не противоречит, так сказать. Нет, 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 она не противоречит. Нет, нет, она не противоречит. Значит, начальная стадия вполне может быть инфляцией. А тут, смотрите, инфляция же, это такая чудовищная стадия, она, поскольку это экспоненциальное расширение всего на свете, она забывает и замывает экспоненциально все следы того, что было до нее. Например, до нее могло быть несколько инфляций, у вас был вот такой потенциал, вы везде вот здесь немножечко потормозили, проинфлатирули, а увидели вы только последнюю инфляцию. А все, что было до этого, неизвестно, к сожалению. И поэтому она такая вот немножко, как форматирование диска. Катарсис. Да-да. И вообще. Да-да-да. У Пергушина была какая-то очень экзотическая теория, где он по-другому, у него вообще не было инфляции, он просто объяснял каким-то образом покраснение фотонов, которые путешествуют. Я не знаю, я не готов, просто не знаю, не знаю этой идеи. Здесь не то, чтобы покраснение фотонов, здесь нужно объяснить, почему мир однородно-изотропный такой. Вот тут как бы... Нет, ну он... А, он... Хорошо, хорошо. Личные, постоянные, просто потоны, которые идут издалека, вдруг почему-то теряют энергию. Ну, ладно, не знаю, просто не буду здесь говорить. Нет, все же на этом построено. Потом там... По основе все-таки расширяющейся вселенной лежит свое красное смещение. Ну, это решение уравнения Эйнштейна, да? То есть, как бы... Одно из этих... Нет, это безусловно решение уравнения Эйнштейна. Нет, но есть и стационарное решение, что я сам предпочитал стационарный. Точно стационарный. А есть и стационарная, скажем, темная энергия, которая каким-то образом приводит к растению патронов? Ну, может быть, можно. Тут просто какая история. Сейчас вот за эти последние, сколько там, не знаю, 20 лет или там 15 лет, настолько много этих всяких экспериментальных данных появилось. И они так легко... Ну, в смысле, да, там есть теншины, тут вот здесь ученые, ой, вот здесь новая физика, там, я не знаю, новая космология, вот это. Но так, по большому счету, они так классно вот вставляются, встраиваются вот в это описание с общей теорией относительности, с физикой частиц, что, ну, так вот, я не знаю, может быть... Можно, но так вот просто, так сказать, какое-нибудь радикальное предложение. Давайте вот это, он сразу скажет. Так, а вот это ты проверил? О, а вот это тебе не будет. Я говорю, не знаю, будет ли, не будет. Ну, сиди, проверяйте, мы скажем. Ну, это вот... Помните, в этой связи у Феймана очень хорошее замечание, что насколько трудно вот что-то новое предложить. Он говорит, ну, представьте, в то время, когда описывали движение по эфициклам, прийти и сказать, что в действительности, так сказать, там, не солнце двигается вокруг Земли, а Земля двигается вокруг Солнца. И они говорят, ну, посчитайте нам там за отмене, вот мы с эпициклами умеем замечательно, а попробуйте посчитать с вашей теорией. Конечно, вы сразу ничего не посчитаете. Ну, вот, да, здесь, к сожалению, здесь вообще много наблюдаемых. Более того, эти наблюдаемые сейчас с такой точностью, что многие эти модели, значит, только воспринимаются, когда люди берут эти свои уравнения, вставляют в эти численные коды, там, что-то такое делают, тогда говорят, вот, да, тут вот сходится. Ну, нарисуйте, а с этим сходится, а с этим сходится. Подождите, вот вы что-то предлагаете, там, сверхновое объяснять. А там берем акустическая осцилляция. Человек говорит, ну, я, ну, не сразу же, ну, я же не могу вот это вот. Он говорит, ну, слушай, таких моделек, ну, я сейчас на коленке сейчас, чтобы одно такое наблюдение только объяснить. Ну, идите, значит, куда-то. Ну, то, ну, не, ну, вот, ну. Это я просто реально, ну, попытался написать, как может быть, что здесь это все остановится. Я не знаю, как в оригинальной, не уверен, как в оригинальной их идее, что, значит, это делало. Какая, какая, какая конструкция это, значит, это создавало. Скалярные поля, обычно скалярные поля с определенными потенциалами приходят в такую конструкцию. То есть там специальные скалярные поля подбираются с потенциалами, они дают такую возможность. То есть то, что мир у нас все-таки считается более или менее плоским, не закрывает возможности такого развития. Сейчас, сейчас, смотрите, вот, когда я сказал, что, значит, мир у нас, ну, плоский, да, это результат фитирования сегодня космологических параметров, да. Теперь я сказал как, я сказал, смотрите, вот это единица на квадрате, а остальные вклады, про которые мы точно знаем, что есть, а в четвертой, а в худе. Эти вклады в прошлом были более мощными, поэтому в прошлом, вот эта кривизна, если мы ее интерпретируем как кривизну, это же геометрическая штука, да, она никак не влияла. Поэтому, так сказать, в эпоху, в эпоху, там, рекомбинации, нужно ли, значит, делать, нужно ли они стропируют электроизлучение и считать, значит, там, с этой самой кривизной, да не нужно, там, этот масштабный фактор, бог знает, сколько раз меньше, значит, нет его там. Вот, но, когда я сказал про будущее, что в будущем оно тоже не важно, я это дело сравнивал с космологической постоянной, которая константная. Если это не константа, там, не знаю, скалярное поле сидит протуннелировать, или, так сказать, это что-то медленное, например, потенциал, вы напишите V от φ, вот такой вот уродский единиц на, там, φ в степени n, и он, значит, там есть такое решение, когда φ стремится к бесконечности, ну, когда там, по направлению планка, да, туда, в какой-то момент она выходит на решение, которое похоже на инфляционное, в том смысле, что оно почти стоит, и оно выглядит как космологическая постоянная такая штука, может быть, там что-то такое, вот, а потом оно пропадет. И все. И тогда, кто будет доминировать-то, если этот кусок пропал? Ну, с самой слабой степени, тогда будет доминировать кривизна, тогда мы ее увидим. Поэтому сказать даже из этих соображений, мир кривой или нет, пока мы не сказали, в смысле, будет это важно или не будет, пока мы не сказали, что вот здесь вот за физика, за этой вот странной темной энергией, мы не можем. Единственное, что можно сказать, что вот, что бы там ни было, значит, вот катаклизма на протяжении, типа, 10 миллиардов лет не произойдет. То есть характерное время, оно по-прежнему определяется хаббл, хабблский масштаб. Ну, я с удовольствием поставляю слово, что он, наверное, закончится. Я немножко тоже хочу поговорить, чтобы там комментировать прозрачки. Ну, я начну с того, что вообще-то в этом году 50-летие стандартной модели. Стандартная модель, вообще первая, так сказать, первая работа Вайнберга, теория рептонов, которая дала начало стандартной модели, появилась в 1967 году, ровно 50 лет назад. И с тех пор физика очень успешно эту модель подтверждяла. Вот недавно, так сказать, мы нашли последний кирпичик. И можно сказать, что теперь все, стандартная модель полностью подтверждена. Осталось там уточнить параметры. Но вопрос о том, что за рамками стандартной модели, которые ставятся уже очень давно, он так же не ясен, как и 50 лет назад, что может быть. Значит, как вы знаете, гипотез очень много. Ну, вот сначала это были модели Великого объединения, что, как Дмитрий Сергеевич рассказывал, что если посмотреть бегущие константы, то они все идут, неабелевые падают, абелевые растут. И они где-то при очень высоких энергиях, порядка 10-18 гэфа, они где-то собираются вместе. То есть это подсказывало, что... Ну, Глебу должен сказать вас, Владюха. Ну, сегодня Дмитрий Сергеевич про это тоже упоминал. Более свежее его упоминание. Вот такая возможность. Есть возможность, которая тоже обсуждалась в докладах. Это связанное состояние при больших энергиях, техницвет. Еще одна возможность, вот как я вам говорил, это дополнительные измерения. Ну, очень много разных возможностей. И в действительности... Суперсимметрию нельзя не упомянуть. Обязательно, да. Обязательно суперсимметрию. Да, да, да. Обязательно суперсимметрию, извините, я что-то... Суперсимметрию, то есть много всяких теорий. То есть, в действительности, мы в каком смысле, в том же положении, в каком физика была в конце 19 века, когда вот закончили классическую механику, электродинамику, и нужно было... Нужна... Экспериментов нет, я согласен, да. Я хочу сказать, теоретически мы в том же состоянии. Но экспериментов, которые бы нам подсказали, где искать, очень мало. Ну, во-первых... Там были все-таки яркие экспериментальные противоречия. Да, 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 да. Правда, сейчас лямбда у нас... Насколько там порядков? Десять... Какой? Шестьдесят четвертый, да, если... Какой лямбда? Космологическая, постоянная. Она такая маленькая. Кирилл Мельников задал вопрос. Стандартная модель-то никуда не делась, если не взять космологическую, постоянную. Огромная. Нет, ну, это сегодня вот опять разговор. Это... Если взять вакуумные... Вакуумные энергии, то там получится огромная. Если мы даже правильно пропантуем, с двумя точками, но возьмем петлевой вклад, он будет огромный. Поэтому его же куда-то надо деть. Вот туда его запихнуть. Вот туда его. Понятно. Нет, я... Иногда говорят, что по сравнению с вот этой проблемой, проблема квадратичных расходимостей, иерархии, фиксов и сектор, это ерунда. Поэтому раз мы это не решим, что мы тут скажем, сколько ломать. Ну... Если что, вот, да, да, да. Тем не менее, какие-то указания на то, что на стандартной модели физика не заканчивается, все-таки есть. Ну, вот, Дмитрий Сергеевич сегодня говорил, что она плохо с космологией стыкуется. То есть, вот, барионную асимметрию вот так вот трудно объяснить. По крайней мере, там нет взаимодействий, которые бы меняли барионное число. Есть еще один эксперимент, про который я бы хотел вам сказать. Это эксперимент по аномальному магнитному моменту мюмезона. Так называемый G-2 в Брукхевенской лаборатории. Ну, насколько я понимаю, он переезжает в Ферми-Лаб, по-моему, этот эксперимент. И они с 2004 года ничего не печатали. Но никаких новых данных не выдавали. А там, в действительности, ну, отклонение результатов от предсказаний стандартной модели, там, около трех сигма. То есть, это достаточно серьезно. 3,4. 3,4, да. То есть, в общем, достаточно серьезное отклонение, которое показывает, что все-таки за рамками стандартной модели что-то может быть. Потому что аномальный магнитный момент частицы – это такая характеристика, в которую дают вклад все взаимодействия, в которых частицы участвуют. И когда мы учитываем все взаимодействия стандартной модели, еще что-то остается. Так что что-то, по-видимому, за рамками стандартной модели есть. Вот нужно попытаться это угадать. Но вот люди всегда так поступают. Нужно искать в одном, в другом направлении. И это разумно, потому что вот сейчас наиболее такая интересная область, где можно искать эти отклонения – это мощные коллайдеры. Там их можно и быстрее проверять. Конечно, можно искать и в космологии, в астрофизике, можно искать в космических лучах. Но, наверное, наиболее точная проверка – это коллайдер. И вот для коллайдерных экспериментов, я думаю, мы должны быть готовы сразу же оценить то новое, если вдруг оно что-то будет найдено. Поэтому хорошо, когда у нас много разных подходов, много разных моделей. И если мы что-то найдем, что не укладывается в стандартную модель, то мы можем сразу же сравнить с теми моделями, которые у нас имеются. Поэтому я считаю, что в настоящее время, наверное, должен быть такой лозунг, что больше теорий за рамками стандартной модели – хороших и разных. Но они должны быть, на мой взгляд, последовательны и непротиворечивы. Вот, мне бы хотелось начать с такого замечания. Поэтому, но, конечно, это должны быть какие-то, желательно, какие-то модели. По крайней мере, на каком-то этапе они должны предполагать возможность сравнения с экспериментом. Потому что, так сказать, возвращаться к средневековой схоластике о том, сколько там ангелов на острие иголки – это, наверное, к физике имеет отдаленное отношение. Правда, уже ввели у нас в стране теологию. Может быть, можно такие диссертации будет по теологии. А что из «Деста Боут» здесь? У вас защищены, да? Из Питерского университета? В Питерском уже защищался в стране. Это как? Ну, вообще, я из-за спутбол, но я… А, ну, вот, ну, я защищусь. Я вообще такого… Я вам не скажу, что я из Питерского. Ну, вот это не некое такое введение. Я потом хотел, у меня еще там осталось прозрачки, слайды. Я бы хотел потом прокомментировать, но, по-моему, там были вопросы. Значит, мне напомнили, откуда появилось понятие «брана». Значит, как я вам сказал, в 70-х годах выяснили, что вот такой стандартный подход к «Алпсклина», основанный… Это по-русски звучит не очень слово. Что? «Брана»? Ну, да. «Брань», да. Да, поскольку в русском языке есть близкое слово… Ну, нет, нормальное. «Брань» все, по-моему… «Брань» еще в древнерусском, по-моему, имела значение битва, да, «бранная», там, «боевой». Так что… Не так все плохо. «Брейнвелл» – это как? «Бранный мир»? «Мир набрание». Ладно, «мир набрание», «брызгал», «бранный мир». Не-не-не-не-не-не-не-не-не, по-русски говорят «мир набрание». Это Рубаков придумал свое время. «Мир набрание» и неплохо звучит. Вот. В 70-х годах стало понятно, что… Извиняюсь. Если выпустить две книжки, на одном первом листе написано «бранный мир», а второй «мир набрание», наверное, первый будет больше. Ну, люди будут, конечно, раскупать, но потом будут выбрасывать. Когда увидят, что там не атом, о чем они… Ну, дело в том, что людей, которых интересует, как этот мир устроен, и кто хочет залезть в эти тайны, их не так много. В общем, с точки зрения, так сказать, как бы сказать, человека как биологического вида, это совершенно… Вот такие занятия, они совершенно ненормальные. Как биологический вид человек не должен таким заниматься. Он там охотится, еще там что-то… Но это… «Мир и кеснин»… Ну, примерно так, да. Примерно так. Вот для этой… Тонкой прослойки, да. Да, да, да. Для тонкой прослойки тех, кто интересуется, и, кроме того, еще есть другой момент, кто, в общем-то, способен этим заниматься. Таких людей не так много, поэтому такие люди поймут и «бранный мир» тоже примут. Вот. Ну, я возвращаюсь к Калусу Клейну. В 70-х годах стало понятно, что вот такие вот… модели типа Калус Клейна, где дополнительные измерения имеют планские размеры, ну, они не очень интересны. Потому что, если вы попытаетесь построить какие-то четырехмерные модели на их основе, то у вас наблюдаемыми будут только нулевые моды. то, что не зависит от координат дополнительных измерений. И там не появляется никаких новых размерных параметров, какие-то могут быть симметрии. То есть, это… модели были очень такие, скажем, бедные. И в то же время, вот я вам рассказывал про симметричные калибровочные поля, оказалось, что там очень интересно. Вот, например, методом размерной редукции можно из чисто калибровочной теории многомерного пространства получить теорию Хиггса в четырехмерном пространстве, у которой все константы жестко завязаны. Например, там, если вы брали там теорию СО2 на О1, то у вас там угол Вайнберга принимал там дискретные значения. Очень-очень здорово. То есть, можно было бы что-то предсказывать, но вот все упиралось в то, что там все размерные константы, которые там нужны были для масс-базона, они в этих теориях Хаутс Клейна получались всепланковскими. И, как я говорил, в 83-м году Рубаков и Шапошников предложили такую модель, в которой дополнительные измерения могли быть не и...